Весьма многие люди, которые хоть что-то видели, у которых хоть чуть-чуть подвешен язык, они иногда любят развлекать своих знакомых. Знаете, в любой компании есть такой придурок, которого обычно называют душой компании, который все еще не успели выпить по первой, а он уже открывает рот и вечер испорчен, потому что говорить хочет он один. Если это качественный придурок, то он все-таки слушает других, иначе он всем сильно надоест и будет пересказывать по десятому разу одно и то же. И вот иногда такое случается, что человек хочет развлечь своих знакомых, а потом иногда в редких отдельных случаях, в идеальных случаях это выглядит, как у Роберта Льюиса Стивенсона, замечательного поэта, тонкого эссеиста, который, развлекая отчасти себя, отчасти больного мальчика, выдавал каждый день по голове романа про пиратов и получился «Остров сокровищ». Книга, которая живет вот уже 200 лет, на бесчисленное количество экранизаций и так далее. Бывают варианты еще более масштабные, когда писатель полагает, что он для заработка гонит очередную, ну, халтуру, не халтуру, в те времена, когда не было телевидения, кино и даже радио. И это в 19 веке заменяла газета. Был роман «Фильетон». «Фильетон» – это был подвал в разворот, и там печаталось все с продолжениями. Там, знаете, приличные люди печатались. Чарльз Диккенс печатался, и сам король посылал прямо утром купить свежий номер газеты, узнать, как крошка Дорит умерла или осталась жива. И вот Александр Дюма, который страшно любил зарабатывать деньги, у которого было бесчисленное количество литературных негров, который гнал очередной роман «Фильетон» «Три мушкетера», написал шедевр, который знают все уже полтора года. Мы, к сожалению, никогда не узнаем уже имя этого неведомого соавтора Дюма, потому что «Три мушкетера» в корне отличаются от остальных романов великого Дюма, ибо в остальных романах мы этого юмора не наблюдаем. И этой тонкой, изящной, я бы сказал, несколько английской, холодноватой иронии местами мы не наблюдаем. А вот «Три мушкетера» – вот такой вот шедевр. Это к тому, что, когда и я, подобно многим, рассказывал всякие истории, я не думал ни о чем таком, и уж подавно ни о какой литературе. Знаете, к себе надо относиться как-то скромнее, потому что много таких, которые оценивают себя, человек не должен оценивать себя, это все понятно. И вот, когда несколько лет назад, четыре года назад, по-моему, у меня вышла книжка под названием «Миша Херезада», я к ней всерьез абсолютно не относился. Слово «Миша Херезада» я придумал не сам. Это в 1985 году я валял дурака с археологами, сначала в Ольвии, а потом на острове Березань. Это старинные колонии Милета, пятый век до нашей эры, и вот там копали два института. Там копал институт археологии ленинградский от Эрмитажа, и там копал украинский, киевский археологический институт. Все они были старые друзья. И вот, когда однажды была моя очередь таскать флягу с водой, а там археологов-то было человек пять, а остальные человек 35 были так называемые землекопы. Это люди юные, гораздо менее юные, вплоть до докторов наук, которые ехали туда бесплатно купаться в море и заниматься физкультурой. Физкультура – это семь часов в день, 50 минут копаешь лопатой, не переламываясь, 10 минут перекуриваешь. А тебе за это дают спальник с вкладышем, место в палатке, трехразовое питание, еще дают деньги типа два рубля в день. Эти деньги, конечно, немедленно пропивались тут же, ежедневно. Вот и я в таком качестве подвязался там, и вот я несу вдвоем с кем-то эту флягу 40-литровую с водой, и слышу, что ты выпивать пойдешь, уже там барка с портвейном пришел. Да нет, у нас сегодня Мишахерезада. Мишахерезада – это значит, я кому-то обещал травить какие-то истории. Так я узнал, что вот на Березане товарищи археологи, то, что я рассказывал, всякое разное, называли Мишахерезадой. Ну, вышла эта книжка и вышла. Фокус немного в другом. Когда более 200 лет назад оформился в литературе жанр путешествия, сентиментального путешествия, путешествия как взгляда на мир, это было весьма серьезное явление. Дело не в том, что видит путешественник, когда он где-то едет. Дело в том, насколько читатель получает представление о мире, о месте и времени через глаза и мысли того, кто это описывает. И вот здесь самые серьезные, мощные, весомые произведения могут провалиться в тартарары, как случилось, скажем, с официальной секретарской советской литературой. Все эти монументальные бруски, плотины, заслоны, цементы, гидроцентрали – это все названия романов, которые получали сталинские и ленинские премии разных степеней. И вот, видимо, их больше уже никто никогда не будет издавать. И даже такие гораздо более свежие и могучие кирпичи, как «Битва в пути». «Где та битва? Где тот путь?» А вот какие-то мелочи типа... Вот Зощенко писал такие двухстраничные фильетоны. И у него это так хорошо получалось, хотя они все в одном ключе, что Михаил Зощенко остался в литературе до сих пор. Или Бабель написал четыре рассказа. Каждый рассказ, здорово, Виталий, длиной в шесть страниц. И вот эти двадцать четыре страницы стали называться «Бабелевской Одессой». И эти четыре рассказа говорят об Одессе, той эпохи предреволюционной, гораздо больше, чем длинные книги, которых было много. Это к тому, что я никогда не собирался становиться добропорядочным гражданином. И когда родители спрашивали меня в последнем выпускном, одиннадцатом школьном классе, куда я хочу поступать, я отвечал, что я никуда не хочу поступать. И это была чистая правда. Но тогда мне объясняли, что выбор простой. Или я поступаю куда-то, или я отправляюсь тогда еще на три года в армию. Хочу ли я на три года в армию? Отвечаю честно, я не хотел на три года в армию. Если бы шла война, то я это мог бы полагать своим героическим долгом, что абсолютно свойственно восемнадцатилетним юношей. Но поскольку войны никакой, слава богу, в 1966 году не было и не предвиделось, а вырос я по военным гарнизонам, и всю эту жизнь знал насквозь, и прыгать через кобылу меня учил армейский сержант и так далее. И никакого, понимаете, страха перед армейской службой я никогда не испытывал. Отец-сюжень в армии послужил. Я просто полагал, что мне там нечего делать. Поэтому я поступил на русскую филологию Ленинградского университета, как полагал, лучшую в мире на тот момент. И когда спрашивали, ну как потом аспирантура, преподавать, диссертация докторская. Ну, понимаете, во-вторых, я знал, что мне большая научно-академическая карьера не светит, потому что на дворе стояло на начало 70-х, а кафедра русской литературы, вы понимаете, профессор Берков, профессор Бялый, профессор Доватур, и затесавшиеся между ними профессора Макогоненко и Холшевников. То есть ограничение по пятому пункту, пятым пунктом обычно в многочисленных анкетах перечислялась национальность. Оно, безусловно, было, если человек хотел делать официальную карьеру, вот физико-оборонные предприятия, они не считались, там не смотрели ни на что. Или если человек, допустим, хотел ехать за границу. За границей это была типа Марса. Вот знаменитый финал шедевра Рафаэля Саботини «Одиссея капитана Блада», который кончается. Как там Кэптен Блад ошень любил яблонь в цвету? Это ошень романтична! Ха-ха! Так вот, эта песня, знаете ли, Войновича текст, заправленный в планшеты и прочие, и на Марсе будут яблони цвести. Так вот, для советского человека за границей это было вроде яблонь на Марсе, о которых что-то говорил капитан Блад. Это ошень романтичное. Мне хотелось сделать что-нибудь такое эдакое, потому что вот прошедшим летом мне удалось сделать одну хорошую вещь. Личную для себя. В Сан-Франциско проходила всемирная, международная, как и на конференции International Big History Association. Там было около сотни человек. Вся эта история, которая едина от большого взрыва до наших времен и так далее. Все это была полная фигня, простите, великодушно. Но в 50 милях от Сан-Франциско могила Джека Лондона. Я отправился на могилу Джека Лондона и бросил цветы через заборчик на этот камень и выпил бурбона. Я ставил бутылку, кинув через заборчик камню, так, чтобы она не разбилась там, а камушки, которые была, и посидел, и покурил, потому что Джек Лондон был величайший агент американского влияния в Советском Союзе. Джек Лондон был самым издаваемым в Советском Союзе писателем из всех, кто не входил в школьную программу. Ну и когда ты начинаешь с 12 лет читать Джека Лондона, то карьера профессора представляется тебе чем-то совершенно омерзительным, а чем-то правильным представляется тебе карьера матроса, карьера охотника и так далее, и так далее. Но с родителями такими мыслями, конечно, людям юным лучше не делиться, потому что родители думают иначе. Таким образом, до поры до времени, когда я все-таки кончил университет со скрежетом, зубовным, с годичным академическим отпуском и так далее, и так далее. Не то, чтобы, вот знаете, есть такое выражение, что его мотало по стране, но какое-то шутливое выражение, типа ему прилетело. Что значит мотало? Если человеку посылают не по этапу, то значит человек едет сам по доброй воле. И вот по доброй воле я занимался разными вещами, которыми всегда мне хотелось заниматься. Отчетливо я помню, что неизвестно от кого, неизвестно как, я услышал о том, что есть такая работа перегонять скот из Монголии по Алтаю в Бийск. У меня это сидело в голове несколько лет, а потом я все-таки эту мечту реализовал. Я это все говорю про эту книгу, которая называется «Странник. Его страна», которая начинается с двух эпиграфов. Я очень люблю эти строки. Когда строки не свои, то признаваться в любви к ним и в их величии не стыдно. Одна из них – это прощальная Евгения Клячкина. Я прощаюсь со страной, где прожил жизнь, не разберу чью. Потому что, когда стоит много ограничений на выборе судьбы и работы, то человек проживает иногда жизнь, не разберешь чью. Ну, а вторая – это замечательный перевод Оренбурга, гениальнейший из баллад Франсуа Виона, «Куда бы ни пошел везде мой дом, чужбина мне, страна моя родная». И вот в 1973 году на экраны Советского Союза третьим экраном третьей категории дали вышел гениальный и неоцененный критиками до сих пор фильм «Ларисы Шипитько». Костя, здравствуй, ты и я. В этом фильме играли Леонид Дьячков, гениальный, абсолютно актерный, уже покойный, Юрий Висбор и... Спасибо большое. Алла Демидова. Забыв, я уже стал говорить, ну, который играл и комиссаров, служили два товарища. Это был фильм о любом из нас. Это был фильм о том, что мы не знаем, как нам жить нашу жизнь. Это был фильм о том, что по огромному мегаполису катится толпа. И эта толпа не знает, зачем и куда она катится. Что человек приходит на работу по дорогу, перегидываясь фразами с коллегами, ну, как живешь, припух свой, спарточок, завтра вторник, одолжи 10, ду до зарплаты и так далее. И в этом заключается его жизнь. А другой человек хочет сбежать от этого в романтику. Ну, Швеция, заграница, врач при посольстве. И там в этом тоже нет смысла. И тогда он сбегает куда-то, в Сибирь, вертолетчики, санитарная авиация, в тундре. Это все так романтично. И получается, что он не может спасать людей, которых мог бы, если бы оставался в этом мегаполисе. И вот эти медицинские опыты, которые они вели с другом, они довели бы до конца. Это фильм о том, что мы все уперлись в тупик. Этот фильм был слишком сложен для кинокритики. Критик вообще не отличается высотой лба. Кто же пойдет сам по себе, знаете, в критике, если может создавать что-то эдакое и так далее. И так вот, выйдя с этого фильма, мне было тогда 24 года, я ясно осознал, работал я в тот миг учителем в средней школе, что я не просто живу неправильно, не просто живу бессмысленно, а надо это что-то менять скорее, потому что другого времени уже не будет. И вот в той книжке, которой странника его страна, где доводилось мне немножко работать разнорабочим, немножко вальщиком, немножко кровельщиком, немножко охотником, промысловиком, тем ни попадя, это разные взгляды на огромную империю. А империя эта уже романтизирована и далее будет делаться все более легендарной, все более мифологичной и приобретать все большую привлекательность для наших потомков. Вот для итальянцев всегда будет существовать Великий Рим. Вот в этом Великом Риме еще ближе к началу первого века до нашей эры. Когда прибывает, вот жалко, что ушел Римчуков, он бы подсказал, потому что, когда говоришь, какие-то зоны блокируются, влетают слова. Нет, его звали Югурта. Югурт, это был тот царь, который во второй Номидийской войне был взят в плен Сулла и так далее. Так вот, пока он был еще при силе и власти, Югурта явился Фуэрим устраивать свои дела. Он вышел из Сената на паперть, как ее правильно назвать, сплюнул и сказал «Презренный город, где все продается и все покупается». А ведь это был еще республиканский Рим. Это было задолго до эпохи Цезаря, до эпохи упадка Древнего Рима, задолго до V века и даже до третьего. И тем не менее этот Рим с тех пор прошло 2000 лет выглядит необычайно величественно и романтично. Там были какие-то гигантские свершения. А вот так оно устроено, что люди, обращаясь к истории, всегда ассоциируют себя с победителями. Они ассоциируют себя с теми, кто выжил, кто построил эти величественные здания, кто сумел воспользоваться всеми достижениями этой цивилизации, а с тем большинством, которое легло костьми, они себя, как правило, не ассоциируют. Вот это относится и к Советскому Союзу. Потому что никому не охота отправиться в лагерь и сгинуть там неизвестно за что и не за что и никогда не узнаешь. Никому не охота, чтобы его в подвале поставили на коленки и пустили пулю в затылок. Вот этого никому абсолютно не охота. А вот смотреть, как вставали в считанные годы огромные заводы, и у людей горели глаза, да, одни были зэки, а у других горели глаза, были те и другие. Вот с теми, у которых горели глаза, людям нравится себя ассоциировать. И вот эта книжка, которая здесь сейчас стоит, это о том, что было в Советском Союзе приблизительно с 55-56 года, с 20-го съезда, потому что первое, что я помню про политику, нам велели зачеркнуть в учебнике родная речь в стихотворении фамилию Сталина. Ну, знаете, дети в 7-8 лет, они не рассуждают, им говорят, они зачеркивают, а стихотворение дура учительница задает выучить наизусть. Они учат и говорят, спасибо наш Сталин любимый, нет, Сталин говорит, нельзя, говорит учительница, а как же надо говорить, спрашивает добросовестный второклассник. Учительница затрудняется, немного краснеет и говорит, ну, спасибо наш любимый за чего-то твои дела. Вот с этого момента я помню политику. Вот когда в первом классе мы научились читать, я иду по райцентру станции Борзя и вижу на стене магазина Культ Мак надпись «Советская избирательная система самая демократическая в мире». Я ничего не понимаю в избирательной системе, но я знаю на всю жизнь, что советская избирательная система самая демократическая в мире. Вот с этого момента и приблизительно до знаменитых гонок на лафетах, до этой ежегодной трагедии, которая превратилась в черную комедию с анекдотами типа «Учукчи абонемент» и так далее, и так далее. Вот это и была золотая советская эпоха. В сущности почти никого не сажали. Имеется в виду за политику. В сущности почти никого и никак не репрессировали. Если еще при Сталине допустим могли арестовать кого угодно, стереть влагерную пыль кого угодно, я знаю, раздавить актура грузовиком и сказать, что так и было, то при Никите, при том, что Никита обладал талантом внушать всем окружающим чувство их умственного превосходства над собой. Он играл дурачка и обыграл их всех и выкинул их всех из политики, ну и тогда стал немного много о себе воображать. Люди постарше это все помнят. И когда Никита в 63-м году махал кулачком и кричал на Вознесенского, он, видите, гордеется, что не коммунист, а вот я коммунист и так далее, да, братья писателей сразу шарахнулись от Вознесенского как от зачумленного и вместе с ним выходило из зала только несколько человек. Вот Аксенов Войнович еще кто-то сильно храбрый, остальные делали вид, что больше нету Вознесенского, но у него даже книги не выкинули из издательских планов. При Брежневе, конечно, Солженицына могли выслать, но его же не на Колыму выслали. Он, понимаете, летел в самолете, его в Бонне встречал Беоль, о чем была известная частушка «Бонтинатий, хрен в томате», Беоль, у Трапа говорит. Это ведь совсем неплохо жил там Солженицын, которого второй все-таки в лагерь уже не посадили. Вот эта вот эпоха, которая нынешней молодежи сплошь и рядом кажется блистательной и золотой, потому что в ней можно увидеть смысл, потому что у людей была надличностная цель. у меня такое подозрение, что оборот надличностная цель лет 8 назад придумал я сам. Когда сегодня я говорю со своими одноклассниками бывшими, которые прослужили жизнь в армии, а среди них есть один, который прослужил всю жизнь на северах, на бомбовозах, как называли подводники, атомные подводные ракетные крейсера. И вот они, которые годами ждали комнаты в панельной хрущевке пятиэтажной холодной в поселках под Североморском и ходили в автономке раз через раз. И вот сейчас они со слезами вспоминают, что в их жизни был смысл, потому что они знали, зачем они жили. Не для того, чтобы делать и бизнес, а стояло что-то большее, чем они, и нужное большему количеству людей, чем они и их семьи. Вот примерно про эта книжка, хотя я вот так это все не перечисляю, но мироощущение той эпохи было характерным и отличным от мироощущения эпохи нынешней. То есть, поскольку деньги в сущности мало чего стоили, люди обменивались иногда не просто по бартеру напрямую услугами и дефицитом, люди обменивались чем-то вроде напрямую человеческого отношения. это хороший аспект того, что было. А кроме того, вот в Москве несколько лет назад прикрыли какой-то парфюмерный магазин, не то аппат престиж, не то чего, я знаю, потому что это на проспекте Мир, я там недалеко живу, там была такая своего рода ретро-живописная выставка. Это были, конечно, примитивные какие-то картины, поделки, но там были разные северные порты, там были какие-то далекие таежные заводы, там было все то, что еще было 30 лет назад, и чего не будет больше никогда. Вот год назад в сентябре я посетил родной Запайкалье огромный, красивейший край пустой, где пустует практически все, где население после 91-го года продолжает уменьшаться, где стоят пустые абсолютно кирпичные коробки военных гарнизонов, откуда жители вытащили все вплоть до настила на полы, не говоря об оконных рамах. Вот когда-то все это жило. Вот эта книжка примерно об этом также. А кроме того, писал Маяковский, как дети когда-нибудь спросят, что такое городовой. Нынешние школьники уже не знают, что такое Ленин. Читают высокоразвитым детям 10-дневные курсы перед поступлением в элитные вузы, выясняются, что они не знают слово кругозор, ну и так далее, и так далее. Вот эта книжка немножко про слово кругозор, про то, что и как оно было на самом деле. Они же не понимают, что такое дефицит, что такое анкета, скоро они совсем не будут понимать, что такое коммуналка, они не понимают, кто сколько получал, они не понимают, почему, если у человека не было никакого умения и образования, он шел и получал 200 рублей, а отучившись в университете, он получал 100. И это было правильно. Поскольку время у нас идет быстрое, остается у нас минуты примерно 6, то есть ли какие бы то ни было вопросы, на которые осталось минуток 6? Давайте. Ваш прогноз на развитие дальнейших событий по Украине? Вы знаете, вот мать моя была врачом, и когда подростки в нежном возрасте читают учебники медицины, то летальные исходы на них производят тяжкое впечатление, они вот думают, что и у них может быть эта болезнь, потом не считают Джером Джерома, как Джей нашел у себя все болезни, которые прочитал в медицинской энциклопедии, и вот оттуда запал мне в память такой медицинский оборот, клинический прогноз неблагоприятный. Вы знаете, я не жду ничего хорошего от развития этой ситуации, хотя чем-нибудь она как-то, конечно, кончится, никакая война и никакой конфликт не бывают бесконечными, но затяжными бывают, ну, знаете, вот такие хронические недуги, типа трофической язвы, или пожелание, чтобы тебя лихоманка забрала, или, я знаю, там болячка на голове выросла, вот как бы там у кого-нибудь не кончилось течение вечной болячкой на ноге. Я не могу делать прогнозы, я не располагаю для этого достаточной информации, к сожалению. Спасибо. Пожалуйста, если еще вопросы. Кто слышал такую фразу, вот, ваш... Ближе микрофон, возьмите губу. Вы сравнили Зущенко, произведение Зущенко и произведение «Битва в пути». Ну, я советский человек. Произведение кого? И «Битва в пути». Вы произведение упомянули. Но я просто вот так вот задела меня. То есть, я считаю, вот вы как писатель, у вас должно самое главное быть качество – это любовь к слову. Вы умрите, но от слова ни в право, ни в лепо. Вы поднимаете уровень вот этого красоты этого слова. И когда я вот это вот практически увидела у вас, вот эту вот разницу, вы говорите, что «Битва в пути никто не прочтет». А Зущенко что-то в Стволялю мне так показалось, да? Зущенко для меня плепит. Он опустил, опускает. Давайте уйдем, хватит нас позорить, русский народ. Мы-то живы. Мы не постимся на уровень Зущенко, на его смысловую нагрузку. А где-то пути жить будет. Я понял. Значит, вы сейчас практически повторили то самое, что говорил товарищ Миштанов в 1945 году, когда Зущенко и Ахматову исключали из Ленинградской писательской организации. К этому нужно было прибавить, что им еще нужно было довесить по 10 лет без права переписки. Кроме того, значительность произведения и уровень слова это не совсем одно и то же. Если говорить именно о владении словом, если вы сейчас положите на стол рядом битву в пути и рассказы Зущенко, то Зущенко был, скажем так, лучшим стилистом и лучше владел словом, нежели вот этот большой роман, который, я повторяю, уже остался в истории литературы, потому что выйдите на улицы и спросите тех, кто моложе 30-ти, кто помнит, что это. Я-то полагаю, что это надо помнить, мы-то с вами это помним, но все не упомнишь, остается то, что дает большее представление об эпохе. Зущенко такой был один. А, понимаете, производственных романов, при том, что битва в пути относится к числу лучших производственных романов, их была такая тьма, что от них уже, простите великодушно, немного тошнило народ, за исключением ряда его представителей и представительниц. По-моему, время для последнего вопроса. Насчет смысла. Вы говорили, что советское время у людей был некий смысл их наличного существования, то есть нечто того, что выше их, выше их семей, ради чего стоит жить. Сейчас, как я с вами согласен, этого нет. Вот как вы думаете, кто-нибудь может выработать этот новый смысл? Ведь без него нельзя. Очень тяжело жить в плане понимания, для чего ты живешь. Я абсолютно с вами согласен. Я боюсь, что в нескольких фразах я не сумею сейчас ответить на этот вопрос, при том, что мы с вами оба, видимо, согласны в том, что это должно быть. Вы знаете, вот когда после первого курса мы, студенты, которым было по 17-19 лет, участвовали в строительстве железной дороги на Мангышлаке, это была достаточно трудная работа, а кроме того, мы пуп рвали сами от души. Мы работали с убеждением, что эта дорога нужна нашей стране, что по ней пойдет с Мангышлака нефть, которая не нужна, она тяжелая, там парафина много, и урановая руда, о которой не пишут, и которая стране необходима. Потом это все растворилось, ибо когда министр образования говорит, что мы должны воспитывать квалифицированного потребителя, то я думаю, что его нужно разжаловать в приказчике поколейной лавки из министров образования. Когда меня спрашивают, что такое смысл жизни, ну, знаете, я не Господь Бог, да, чтобы отвечать, что такое смысл жизни, ну, в общем и целом и кратко, смысл жизни это осознанное ощущение своей причастности к некоему большому, благому, необходимому делу, которое нужно для очень многих и которое значительнее тебя и твоей частной судьбы. Вот это ощущение называется смыслом жизни, и то, что люди ищут смысл жизни, говорит о том, что человеку потребно переделывать этот мир, чтобы он был не такой, как вчера, а не просто удовлетворять свои потребности, потому что это нужные полевой мышки в норке, чтобы не сожрали и были запасы зерна. У меня есть книжка, в которой так и называется «Смысл жизни», в которой есть 80-страничный очерк, он есть и в книге «Всё о жизни», который так и называется «Смысл жизни», где говорится именно об этих вещах. И последнее, поскольку мы заканчиваем, вот, ну, принято говорить, это не я, это лирический герой, всё это дешёвые спекуляции. Лирический герой это ты и есть, хотя ты можешь иногда что-то чуть-чуть скрыть, а иногда что-то чуть-чуть приукрасить. Чем отличается англичанин и интеллигентный человек от человека неинтеллигентного? Он посмеивается над собой и выставляет себя в чуть более смешном ироничном свете, чем есть на самом деле. Плебей, наоборот, стремится выстроиться в как можно более достойном. Так вот, лирический герой этой книги, который не обрёл смысла жизни во всех своих поездках и работах по стране, хоть он скотогон, хоть он охотник, и пытается ощутить тот самый смысл жизни, который искало то поколение и которое кончилось нашим сегодняшним днём, вот в котором мы и встретились. Спасибо за встречу, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok